Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти канал снова! В сегодняшнем видео у нас будет наконец-то с вами расхламление большого количества помад, блесков, жидких помад, бальзамов для губ и также еще большего количества блесков и помад. В общем, сегодня у нас большая миссия избавиться от ненужного количества косметики, а именно бальзамов, жидких помад, блесков, потому что я точно знаю, я давно не проверяла свои запасы помад, и они все накапливаются, накапливаются. Помады же не очень компактные, да, их покупаешь, покупаешь, потом раз, ты обнаруживаешь, что у тебя запасы помад на, не знаю, два года вперед, поэтому, да, давайте, наверное, начнем все-таки с помад. И я хочу, наверное, все-таки начать именно с помад. Это подставка для помад, которая у меня в моем ящике с помадами. Я вижу эту подставку первую, и, соответственно, здесь я храню свои помады, которыми я пользуюсь чаще всего. И, в общем, давайте посмотрим на то, от чего мы можем избавиться. Вообще, это видео, мне кажется, будет больше, как, знаете, коллекция-расхламление, но я хочу вам не только показать, чем я пользуюсь, чем я крашусь, но и избавиться от чего. Первые две помады, они одинакового цвета, не пыльного розового, а, наверное, сиреневатого цвета. Эта помада от Innisfree, я покупала ее в Нью-Йорке, и поэтому у меня большие воспоминания о этой помаде. Пахнет она еще нормально, и цвет, конечно, сейчас я такие цвета редко использую, не совсем естественно выглядящий цвет, но она очень красиво смотрится, и я сохраню ее именно, знаете, почему? Из-за воспоминаний, потому что я покупала ее именно в магазине Innisfree в Нью-Йорке, и это хорошая формула, и еще вкусно все пахнет. Следующая помада от Sephora Collection, я покупала ее тоже, примерно в то же время, и посмотрите, как эти цвета похожи друг на друга, конечно, эта помада, она больше как матовая, это больше как бальзамная помада, цвета красивые, пахнет она, кстати, еще просто замечательно. Честно, над этой помадой я хочу подумать, потому что я знаю, что это не те цвета, которые я сейчас использую, но мне нравится, как она смотрится, я не знаю, посмотрим, окей, мы только начали расхламление. Следующая помада от Milani, и я покупала ее в Walgreens, и я слышала, что типа все отзываются хорошо об этой формуле помады, и это реально хорошая формула, напоминает чем-то формулу помады от Nars, и этот оттенок помады от Milani называется Tide Up, прикольная формула, мне нравится использовать ее, когда я просто ничего не делаю, хожу по дому, чтобы на губах что-то было. Следующие мои, наверное, даже почти три ряда помад, это помады от MAC, давайте посмотрим, от чего я вообще сегодня смогу избавиться. Первая помада от MAC, это помада, которую я покупала уже во второй раз, когда мы поехали в Нью-Йорк на мой день рождения, этот оттенок помады называется Dance With Me, я хотела вот прям такую сочную розовую, розовую, красную помаду на свой день рождения, я купила эту помаду, и этот оттенок, естественно, никакой не красный, это оттенок, не знаю, спелой вишни, и я думала, что эта помада, она прям очень будет долго на мне держаться, но когда мы уже были на ужине, эта помада начала прям сходить с моих губ. Самое ужасное, когда помада вот такого яркого, какого-то сочного, красного или бордового оттенка сходит с губ, эта помада большое воспоминание, и я ее, скорее всего, пока оставлю, я думаю, что она еще пока в хорошем состоянии. Следующие две помады я покупала, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, да, это коллекция помад от MAC, новогодняя. Эти оттенки определенно отличаются от оттенков в моей коллекции, они очень такие яркие, дерзкие, и этот оттенок помады называется Out Of The Bang, и этот оттенок называется Heart Goes Boom. Я не знаю, если честно, если эти помады вообще еще в наличии, можно ли их купить, или потому что это была лимитированная коллекция, соответственно, так как это была лимитированная коллекция, очень даже возможно, что эти помады, они уже не продаются, их нет в продаже у MAC, и это вот такой, это, кстати, более бальзамная сатиновая помада. Очень красивая упаковка, я даже, блин, вот, честно, помады, это самое сложное, от чего избавляться. Я пока подумаю над этим, блин, это так сложно. Эти мини-помады я где только не получала, их, по-моему, я получала их в адвент календаре, это было в прошлом году, у меня их тут достаточное количество. В принципе, пахнет пока нормально. Это очень красивый оттенок помады, мне нравится, как она смотрится, поэтому определенно оставляем такой нежно-розовый оттеночек, называется он у нас Craving. Этот оттенок, кстати, мне дарила подруга на день рождения, называется он Lady Danger, по-моему, это она мне его дарила. Специфический оттенок, то есть я сразу знала, что я его не буду использовать, а вернуть я забыла. Не знаю, над этим подумаем определенно. Это прям, ву, какой... Этот оттенок едва-едва показывается, то есть это прям бальзамная помада, что интересно, называется этот оттенок Cockney. И следующая помада, вау, какой вамп цвет, прикольный, я даже о ней забыла уже. Называется этот оттенок Diva. Далее, помады от MAC, по-моему, эти помады я как раз уже покупала в FGMAX, там были хорошие скидки на них, я такая, окей, почему не пробовать бы эту помаду. Это помада Ruby Woo, это классическая красная помада от MAC, и я, по-моему, покупала ее сама или мне дарили, что-то вроде того. Вы знаете, эта помада, она супер-супер какая-то сухая, то есть обычной помадой, когда вы сводчите их, они достаточно хорошо сводчатся. Эта помада от Ruby Woo прям супер-сухая, наверное, она уже, не думаю, срок годности у нее уже того, поэтому от нее мы избавимся 100%, жаль, жаль. Я, по-моему, ей даже не очень много пользовалась. Окей, наверное, мы избавимся от Ruby Woo. Хорошо. Этот оттенок помады мне тоже очень нравится, кстати, называется Under the Cover. Кстати, помады пока пахнут еще очень хорошо, что здорово, кошачьи волосы. Этот оттенок называется Velvet Teddy, оттенок был очень популярен долгое время, и этот оттенок, по-моему, я его недавно использовала. Посмотрите, какой красивущий. Называется он у нас Marrakesh. Что у нас тут еще? Эта помада, кстати, не очень хорошо пахнет, и она не пахнет ванилью, никакой сладостью, я думаю, что она тоже уже того. Называется помада Эта Мока. Я покупала, кстати, ее в, по-моему, TGMX, и вот как раз-таки в этом и заключается покупка помад TGMX, потому что ты никогда не знаешь, хорошего качества они или нет. Я думаю, что от нее я избавлюсь. Но они стоят, знаете, типа 8 долларов, и ты думаешь, ну, наверное, качество нормальное, понятно, делают настоящие бренды, но когда ты приходишь домой и нюхаешь эти помады, ты можешь понять уже, действительно ли они хорошего качества, еще они не испортились или испортились. Этот оттенок называется Sweet Sakura. О, то есть это, опять же, барзамная формула помады. Прикольно, мне нравится такая формула. Нормально пахнет, я не слышу никакого ужасного аромата. Эта помада, посмотрите. Называется эта помада E for Effortless. Эту малышку мы оставляем, супер красивая. Просто посмотрите на этот оттенок. Прям идеально на осень. Дальше этот оттенок помады называется Love Lauren. И я думаю, что это просто идеальный розовый оттенок. Эта помада, кстати, она как бальзамная, даже не сатиновая, она прям бальзамная. И пахнет она неплохо, но в процессе использования всегда проще понимать, хороша помада еще или нет. Эта помада от MAC, которая в оттенке Impulsive 3.12. Это моя любимая помада от MAC. Я покупаю уже вторую помаду в этом оттенке. Эта помада, она в такой вельветовой формуле. Формула этих помад напоминает мне корейские помады. Настолько эти помады мягкие, невесомые и прям супер классно смотрятся. Не сказала бы, что помады эти долго держатся, но как они смотрятся и какие они мягкие, это прям вау. Пахнет, кстати, не думаю, что она прям пахнет уже очень хорошо, но оттенок мне нравится. Он не слишком коричневый, ну прям идеальный. В принципе, я пока чувствую в этой помаде аромат ванили, поэтому я думаю, что ее мы оставим, потому что мне нравится эта помада. Помада от Nars, я получала, по-моему, в адвент календаре, и я ее оставляю. Помада от MAC, также в очень красивом, таком, я даже не знаю, почти красном оттенке, но это не красный оттенок, который называется Ladybug, и это тоже бальзамная формула помады. Прикольно. В общем, вот так выглядит этот оттеночек Ladybug. Прикольно. Здорово. В общем, с помадами пока от MAC нам понятно. Далее, давайте перейдем к более интересным брендам помады. Дальше давайте перейдем к помадам от, как называется бренда, Juvia's Place. Я покупала эти помады в Alta, и я наслышана о том, что ее помады очень-очень классные по формуле. Я решила попробовать два оттеночка. Первый оттенок, который я взяла, это оттенок, который называется Lady, и я не знаю, почему, но каждый раз я использую этот оттенок. Мои губы не выглядят классно, то есть, это такой оттенок коричневого, который неправильный, как мне кажется, потому что он не смотрится красиво на губах. Я не знаю, формула шикарная, прям вау, но как смотрится оттенок на губах, этот мне не очень нравится, честно, поэтому я, наверное, от нее избавлюсь. Этот оттенок от Juvia's Place, который называется Cheek, нравится мне больше, он такой прям нежный, розовый, вот его я оставлю, он прям прикольный. Мне очень нравится эта кремовая формула у Juvia's Place, поэтому это мы оставляем, Cheek, а от Lady избавляемся. Далее, у меня есть две помады от Patrick Ta, я покупала их на обзор, я думаю, уже года два назад точно, и мне кажется, что эти помады уже немножко, да, они, в принципе, не такие сухие, посмотрите на этот пигмент. Они очень классные, но они не очень долго держатся на губах, что печально, на самом деле. Этот оттенок, кстати, называется That's Why She Is Late, мне он очень нравится. Проблема в том, что когда ты используешь такой яркий, насыщенный красный цвет, и это не жидкая помада, а кремовая, матовая, да, всегда есть шанс того, что помада размажется, и, в общем, это всегда очень неприятное зрелище, некрасиво смотрится. Этот оттенок, кстати, называется, знаете как, мне он нравится очень сильно, называется он Oshie Single, прикольный оттенок. Я даже не чувствую никакого аромата у этих помад, я вот думаю, что эти помады уже того, потому что они у меня хранятся уже больше двух лет, и, как бы, я не знаю, сколько помады хранятся, не два года же точно. Я думаю, что я готова от них избавиться, возможно. Ам... Скорее всего, да. Наверное, все-таки я готова от них избавиться, хоть это и Патрик та. Я бы, наверное, все-таки купила еще раз оттенок Oshie Single, и мне нравятся очень его карандаши, которые мы подойдем, к которым мы перейдем дальше по ходу видео. Далее у меня много помад от Colourpop. Но это еще не все, я покупала целую коллекцию помад из их недавней коллекции, поэтому это еще не все. Эти три помады у меня из коллекции Colourpop X Barbie, и я покупала всю коллекцию, поэтому у меня остались все три оттенка. Честно, мне кажется, что мой любимый самый оттенок это вот этот розоватый под названием Dream House. Вот он прям симпатично смотрится, очень кремовая формула, мне очень нравится этот оттенок, прям супер, особенно летом. Этот оттенок называется Malibu Sunset, да, прям такой ух, достаточно дерзкий, и этот оттенок называется у нас Golden Beach. Самое сложное это избавляться от помад от 100%, да, пока что я даже не знаю, от какого оттенка я хочу избавиться, они все классные, пока еще у них срок годности не истек, поэтому, может быть, я еще смогу попользоваться ими, правильно же? Мне так стыдно иногда, знаете, говорить, о нет, я оставлю все, и как бы от тебя ожидают, что ты избавишься от многих помад, что это так легко, это легко иногда избавляться от чего-то, но, когда ты знаешь, что это те оттенки, которые, ну, тебе нравятся, и ты будешь ими пользоваться, правильно объяснила это все, это тинты-жидкие помады от Colourpop, называются они Fresh Lips, и я прям увидела, когда картинки, свочи этих помад в инстаграме, я поняла, что я хочу взять парочку оттенков, я взяла, типа, три оттенка, эта помада не самые долгие в носке, вам 100% придется наносить эту помаду в течение всего дня, но эти помады, они, знаете, чем мне нравится, тем, что они очень мягко ложатся на губы, они очень, естественно, смотрятся, и очень такая классная формула, у Colourpop вообще помада очень даже хорошо получается, как мне кажется, так вот, этот оттенок называется у нас 411, это идеальный нюдовый оттеночек, достаточно светлый, но все равно он смотрится красиво очень на губах, мне нравится лично, этот оттенок называется Tin Spirit, тоже очень симпатичный розовый оттенок, красиво смотрится, этот оттенок называется Let's Walk, мне он понравился из-за названия, и из-за того, из-за такого красивого оттенка красного, то есть это не прям какой-то вырови глаз красный, он достаточно такой выдержанный красный, я бы сказала так, мне нравится, я использовала его, конечно, этот, опять же, там не жидкая помада, она не будет долго держаться, но мне нравится, как эта помада носится, и да, нужно следить за тем, чтобы эта помада не вышла за края ваших губ, это мы 100% оставляем, эти помады, я думаю, что они уже слишком старые, то есть мне реально нравится эта формула, я постоянно именно этой помадой пользуюсь, когда я хочу использовать какой-нибудь красивый красный оттеночек, это красивая помада, это матовая помада, матовый, это знаете, как, это больше, как матовая, матовая вельветовая помада, я бы сказала так, очень симпатичный красный оттенок, я, наверное, даже куплю еще раз этот оттенок, настолько мне он нравится, и называется этот оттенок Air Kiss, следующий оттенок называется Fatale, и этот оттенок тоже очень симпатичный, этот оттенок, по-моему, более свежий, чем вот этот Air Kiss, очень хорошая формула, опять же, и я думаю, что я оставлю этот оттенок, а этот я перекуплю, нужно записать где-нибудь, что я должна купить Air Kiss, следующая помада от MAC, это из совсем новой коллекции, я делала обзор на эту коллекцию, и этот оттеночек называется у нас On a Paddle Steel, симпатичный оттенок, мне нравится, в принципе, формула, да, хоть я не прям большой фанат сатиновой текстуры у помад, мне нравится, как эта помада смотрится, нормально, очень хорошо увлажняет губы, поэтому это мы оставляем, это не все помады от Лиза Элдридж, у меня есть еще одна помада, по-моему, она в сумочке у меня, потому что вчера ее использовала, так, первый оттенок помады от Лизы Элдридж, который мне очень нравится, называется Velvet Muse, шикарный оттенок, прям идеально на каждый день, мне он очень нравится, формула огонь, следующий оттенок называется Velvet Blush, очень тоже красивый оттенок, мне он нравится, это такой оттенок, знаете, ну, когда-то на выход, потому что на каждый день я его не ношу, просто потому что это слишком такой темненький оттеночек для меня, для того, что я люблю, о, этот оттенок мне очень нравится, это новые оттенки у коллекции помад Лизы Элдридж, я делала на них обзор, кстати говоря, и называется этот оттенок Velvet Cinnabar, тот самый идеальный оттенок красного, который вы можете носить спокойно даже днем, он не такой яркий, приглушенный достаточно, актуально для тех, кто стесняется носить, например, красный цвет помады днем, я тоже бывает чувствую такое, это вот оттенок, который придаст вам уверенность, вы будете чувствовать себя уверенно, когда у вас этот красный оттенок помады на губах, в дневное время, это все мы оставляем, сто процентов, следующие три помады у меня от By Terry, мы получали их в адвент календаре в прошлом году, и эти помады, они хорошие, очень вкусно пахнут, если вы любите ароматы розы в косметике и уходе, то вам они очень понравятся, я не могу сказать, что я прям являюсь фанаткой этого аромата, вот эта помада, она уже как бальзамная, типа она не очень плотная, называется этот оттенок, кстати говоря, у нас Gypsy Cheek, и предыдущий оттенок называется Vintage Nude, и следующий оттенок это красный, такой прям, очень дерзкий, посмотрите на этот пигмент, естественно мы это оставляем, этот оттеночек называется My Red, это смотрится красиво, и губы не пересушивает эта помада так же, что очень здорово, я думаю, что я пока их оставлю, потому что, если честно, я о них забыла, и давненько ими не пользовалась, и вот таким образом выглядит немножко придевшая подставка под мои помады, мне кажется, мы сделали это расформление, занялись расформлением этим очень даже на хорошей ноте, и это получается то, от чего я решила избавиться, дальше здесь я храню свои помады в стике от Maybelline, я делала на них обзор, я пробовала каждую помаду из их новой коллекции, это вообще из другой коллекции уже, эти все оттенки, они хорошие, мне нравятся, я, знаете, храню их больше как для коллекции, потому что это всегда здорово знать, что у тебя есть оттенки на все случаи жизни, вот, я даже не хочу пока от них избавляться, мне очень нравится разнообразие красных, которые у меня есть в моей коллекции, просто посмотрите на вот этот оттеночек, уу, очень-очень красивый, и достаточно долго держится на губах, так же, эти оттенки мои любимые, одни из любимых моих, потрясающие, называется он 799 More Taupe, и красный оттенок назывался у нас More Scarlet, да, правильно же, тот же самый, да, тот же самый оттеночек, вот, и этот оттенок так же мой любимый, я его очень много использовала на своем канале, называется он More Buff 699, супер классный оттенок на каждый день, вот прям самое то, More Buff, очень люблю этот оттенок, я думаю, что я ставлю все эти помады, даже этот оттенок, мне кажется, на Хэллоуин, этот оттенок будет очень классно смотреться на губах, вот, прикольно, эта помада, я ее недавно покупала в Alty, эта помада, я так понимаю, из новой коллекции Maybelline, называется она Super Stay Ink Crayon, и тогда я была блондинкой, и я подумала, что этот розовый оттенок будет смотреться невероятно здорово на моих губах, и да, это очень красивый оттенок, прям идеально на каждый день, если вы любите розовые оттенки, я думаю, что он вам может понравиться, мне он нравится, вот на лето, я все-таки его летом больше использую, и называется этот оттенок у нас, знаете как, честно, ребят, я не вижу названия оттенка здесь, это очень странно, я может, если найду, я напишу на экране, но здесь еще также есть такая стучка, чтобы точить помаду, с вами круто, давайте перейдем теперь к жидким помадам, я хочу, наверное, показать вам, что у меня опять от Maybelline есть, если вы помните, это более новые оттенки, которые я покупала, помады, если вы помните, я делала обзор на кофейные помады, и, естественно, до сих пор они у меня есть, я, может быть, избавилась от одного оттенка, который мне не нравился, а так все остальные, они у меня еще в наличии, еще я их храню, вот этот оттенок, я не знаю, мне кажется, этот оттенок, который, который я не очень буду использовать, но, блин, он такой уникальный, прям, окей, пахнут все так же, как будто бы они только что были открыты, посмотрите на этот оттенок, на Хэллоуин, мне кажется, это то, что нужно, реально, смотря на этот оттенок, я думаю, что его классно будет оставить на Хэллоуин, поэтому я от него, наверное, не избавляюсь, и этот оттенок называется Хэллоуин Хэпнотайзер, прям идеальный нюдовый оттеночек, пахнут кофе, это мы все оставляем, эти два оттенка помад Maybelline, также Matte Ink, я покупала совершенно недавно, и я помню, что когда мне делали макияж на мой день рождения, она использовала помаду из этой же коллекции, но она была в оттенке Pioneer, и я подумала, что, наверное, тот оттенок слишком, прям, такой too much, он, типа, слишком яркий, я решила купить такую же помаду, жидкую, но в другом немножко оттенке, посветлее, называется этот оттенок 335 Hustler, и, в общем, я думала, что эта помада, она, ну, прям, очень долго держится, но я накрасилась этой помадой, и буквально через каких-то пару часов у меня уже стала помада, это слезать с губ, вот, оттенок, мм, посмотрите на него, супер красный, классный, и красный, мне нравится, что у этого оттенка, не прям супер очевидный красный потон, он очень спокойный, у него очень спокойный потон, поэтому мне нравится эта помада, наверное, и следующая помада, в оттенке 15 Lover, мне понравилась, как выглядит помада эта в упаковке, такая красивая розовая упаковка, я решила попробовать, все-таки эту помаду, посмотрите, очень классный оттенок, хоть в пир, хоть в мир, мне нравится формула этих помад, мне кажется, все-таки нужно знать, как наносить их правильно, чтобы они долго держались, это, кстати, один из моих любимых оттенков помады от Too Faced, которая вышла вместе с палеткой их в этом году, называется помада, это Melted Matte, и она в оттенке Cinnamon Bun, это просто тот самый идеальный нюд, который вы хотите носить днем, долго держится, и не могу сказать, что прям очень сушит губы, мне очень нравится этот оттенок, и запах у нее тоже шикарный, пахнет как что-то вроде выпечка, да, сладкий, прикольный аромат, вставляем далее, помаду у меня, которыми я некоторыми пользуюсь, некоторые я только недавно купила, в общем, давайте посмотрим на то, что у меня здесь есть, это помада от Tom Ford, я покупала ее в магазине скидок, вот, и я почему-то, а, это, по-моему, была покупка, подарок за покупку, это было что-то вроде того, красивый оттенок, реально прям такой оттенок Barbie, но он реально почти не виден, то есть его сложно увидеть, и я его использовала, и мне не понравилось, как эта помада вообще на моих губах смотрится, это смотрится не очень красиво, все, ребят, я поняла, эта помада, она не пахнет как свежая помада, поэтому я от нее избавлюсь, она пахнет, как, знаете, как какая-то краска, я бы сказала так, поэтому от этого мы избавляемся 100%, далее, моя помада от Pat McGrath, я покупала, я совершенно недавно, помню, да, и оттенок этой помады называется Obsessed, мне нравится этот оранжеватый, красный оттенок помады, еще пока не пользовалась им, жду момента подходящего, смотрится красиво, и мне нравится, как эта помада показывает себя, когда я свочу ее, поэтому я в предвкушении определенно попробовать ее, ну а этот оттенок, оттенок, который я использовала в новогоднюю ночь, Elson 2, я подумала, что это будет идеальным красным оттенком к новому году, но помада не держится долго, я не знаю, одна ли я такая, или у всех так, но в общем, я была в предвкушении опять же попробовать этот оттенок Elson, потому что я много слышала об этом оттенке, что типа он, это идеальный красный, вот, но, к сожалению, не знаю, пока еще я пытаюсь понять эти помады от Магдалла, если вам интересно, я покупала набор, в который шла помада, также карандаш для губ, и вот такой блеск, в общем, прикольная покупка, но не та помада, которую нанесли, и забыли о ней, давайте уже перейдем дальше, у меня есть такие мини-помады от Шерлот Тилбери, я покупала их, даже не знаю, два года назад, полтора года назад, и пахнут они еще нормально, кстати, этот оттенок называется Very Victoria, и этот оттенок называется, если не ошибаюсь, Pillow Talk, мне нравятся оба эти оттенка, но мне кажется, что Very Victoria все-таки меня как-то больше привлекает, я больше использую именно Very Victoria, чем Pillow Talk, этот оттенок помады называется у нас Walk of No Shame, не самый мой любимый оттенок, потому что мне кажется, этот оттенок достаточно темный для меня, поэтому я не знаю, но так как это типа мини-помады, почему не сохранить бы их правильно, они не занимают много места, эта помада от Шерлот Тилбери, она у меня в оттенке Pillow Talk, я получала ее в каком-то наборе в Сифоре, пахнет она все так же хорошо, но я не знаю, я уже столько ей пользуюсь лет, да, знаете, мне кажется, что эта помада, она уже как бы, ну, не самая свежая, не с первой свежести, она не такая кремовая, не так классно наносится на губы, определенно чувствуется, что уже помада, это не первой свежести, поэтому я, наверное, хочу от нее избавиться, потому что у меня есть помады примерно в таких же оттенках, но они чувствуются как раз лучше на губах, и как бы можно купить эту помаду в любой день, да, в Сифоре, в этом же оттенке. Следующая помада от Шерлот Тилбери, которая называется Everlasting Blossom, я покупала ее, наверное, с запуском новой палетки, по мысли не ошибаюсь, и я не знаю, это симпатичный оттенок, но я не могу сказать, что я прям часто ее пользуюсь, но так как это Шерлот Тилбери, мы это оставим, и это новая помада, поэтому, естественно, мы это оставляем. Следующая помада из коллекции Purr в коллаборации с Barbie, я долго думала, если честно, хочу ли я оставлять их, потому что это такая красивая упаковка, если я их оставлю, то это будет чисто для коллекции, коллекционный момент, но сегодня я использовала именно этот оттенок, называется он Innovator, я не знаю, они не чувствуются такими кремовыми, они на очень сухой стороне, это факт, я даже не думаю, что их уже можно купить, если честно, на официальном сайте, и вообще, мне, кстати, когда я покупала эту коллекцию, мне очень понравился этот красный оттенок, но, но мне кажется, что у меня уже где-то есть в моей коллекции такой оттенок, и сложно, сложно, это прям супер классный, идеальный оттенок на каждый день, очень-очень сухие они уже стали, прям, этот оттенок называется Troubalizer, и этот Innovator, этот, кстати, Innovator, он гораздо более сатиновый, более кремовый, чем все остальные, сложное решение, давайте пока подумаю над этим, и в конце видео скажу вам, хочу ли избавляться от них, или же нет, далее, у меня есть помада от Makeup Bay, Марио хотел сказать, Makeup Forever, и она у меня в оттенке 001 Shimmering Gold, очень странное название, эта помада супер красива, в самой помаде нет блесток, но на ней есть блестки, когда выкрасите губы ей в первый раз, то у вас на губах также автоматически наносятся блестки, что очень круто, помада, она прям супер-супер демовая, очень классная формула, я видела тикток с этой помадой, и вообще, оказывается, эту помаду лучше наносить поверх другой помады, это больше как топор, я согласна с этим, помада-топпер, потом я ее оставлю, пахнет она, все так шикарно, я бы сказала, что у этой помады, вот Makeup Forever, очень-очень стильная отдушка, это нужно иметь в виду, не так долго держится она, понятное дело, потому что сатиновая помада, но очень нравится финиш этой помады, поэтому я ее хочу оставить, просто посмотрите на этот блеск, вау, просто все это вываливаю, вау, просто сборная солянка помад, окей, помада от Наташи Диноны, в оттенке Amorose, я покупала эту помаду, с ее палеткой Love Palette, и я не знаю, это не моя самая любимая формула помады, если честно, я не знаю, я давно не пробовала эту помаду, кстати говоря, очень давно не пробовала эту помаду, может быть, мне стоит ее попробовать, и понять вообще, нравится ли эта помада мне, или нет, но это Наташа Динона, и как бы, я не хочу пока от нее избавляться, мне нравится дизайн тоже этой помады, далее помада от Lunar Beauty, в оттенке Aphrodite, я ее выставляю, это новая помада, идеальный красный оттенок, девочки, помада от Rare Beauty, в интересном красном оттенке, я давно ее не пользовалась, но я хочу оставить, потому что мне нравится этот красивущий красный оттенок, да, пахнет все еще хорошо, поэтому что-то есть похоже, наверное, в этих двух оттенках, как мне кажется, может быть, так, помада от Pat McGrath, в оттенке, которая называется Divine Rose, эта помада не стала любимчиком, любимчиком многих людей, потому что она сушит губы, я тоже могу сказать, что эта помада не стала моей любимой, я не знаю даже по какой причине, но она неплохая помада, это реально очень даже, знаете, хорошая помада, для коллекции я ее храню, это хороший, интересный оттенок, совсем тот оттенок для повседневной носки, но куда-нибудь на выход, почему нет, прикольно, оставляем, естественно, окей, давайте посмотрим на вот эти помады, это помада от Estée Lauder, и она в очень красивом красном оттенке, я думаю, что я ее подарю кому-то, я знаю, что я не буду этим пользоваться, у меня у самой столько много красных оттенков помады, эту помаду мне прислали в наборе, то есть в наборе ушла палетка, по-моему, эта помада и еще что-то, и эта помада в очень интересном оттенке, она очень долго держится, кстати, мне нравится этот оттенок, он такой забавный, на лето будет просто идеально, по-моему, я ее все-таки хочу пока оставить, следующая помада, я получала ее, по-моему, в Ips, если не ошибаюсь, и я долго думала, хочу ли я ее оставить, или нет, но мне нравится оттенок, прям, он смотрится реально красиво, такой, я не знаю, холодный розовый, что-то в нем есть, да, красивый оттенок, и пахнет тоже неплохо, хочу это оставить и попробовать, это вообще как бальзам для губ, помада от Pixi, я еще даже не открывала, по-моему, я получала ее в одном из бьюти боксов, также, и меня очень интересует этот красный, краснющий оттенок, я думала, что это помада, но это, это вообще бальзам для губ, в красном, в таком красивом оттенке, вау, пахнет тоже неплохо, ммм, давайте посмотрим, вы знаете, что-то в этом есть, мне нравится этот бальзам, кстати, вот бальзамов, бальзамами я не так давно стала увлекаться, до этого, и как-то все помады, помады, сейчас я понимаю, что я хочу, чтобы у меня на губах был какой-то пигмент, но, ну, когда у меня выбор есть между, например, помадой вот такой, да, и вот таким бальзамом с красивым пигментом, я, наверное, сейчас все-таки выберу бальзам, вот, я думаю, что я это оставлю, потому что я этим даже ни разу не пользовалась, далее, помада матовая от Милани, я купила ее, по-моему, в Волмруте, или где-то еще, мне понравился оттенок, и я подумала, что, вау, будет прикольно попробовать эту помаду, и, как оказалось, эта помада, она смотрится очень странно на моих губах, он очень странный, вот реально, то есть, это не розовый, он уходит в какой-то лиловый, но он смотрится как-то по-мертвецки, я бы сказала, то есть, это очень странный оттенок, и я его купила, и я долго думала, хочу ли я пользоваться им, но нет, я думаю, что сейчас пришло время избавиться от него, очень странный оттенок, но формула реально хорошая, и оттенок называется этот Luxe под номером 02, как бы, ну это прям вообще не подходит мне ни разу, следующая помада от NYX Lingerie XXL в оттенке Unlaced, это очень интересный оттенок, насколько я помню, мне, по-моему, он понравился, давайте посмотрим на этот оттенок, хорошая помада, и она очень, кстати, вкусно пахнет, это мы оставляем, следующая, это жидкая помада от Lunar Beauty, я покупала эту помаду, когда я делала обзор на, палетку Lunar Beauty, эта помада, она классная, это очень симпатичный, нюдовый коричневый оттенок, я думаю, что я оставлю, потому что мне нравится этот оттенок, я думаю, что мне он нравится гораздо больше, чем тот оттенок от Juvia's Place, от которого я избавилась, он смотрится лучше, все, от чего я решила избавиться, это вот эти помады, 4 помады, давайте перейдем дальше, к нашему ослаблению, хотела сказать, что эти помады я 100% оставляю, эти помады находятся у меня, в моем ежедневном ящике с косметикой, я хочу показать вам немножко, чем я пользуюсь, каждый день почти, эту помаду мы получали в адвент календаре Cald Beauty, я до этого немножко не понимала, косметику Victoria Beck, но когда я попробовала эту помаду, я поняла, почему так людям нравится ее косметика, потому что, во-первых, цвет этой помады, он вот просто идеальный, самый идеальный, мне кажется, цвет, который можно только придумать у помады, или найти у помады, этот оттенок называется Pound, я так понимаю, эта помада невероятно красиво смотрится на губах, она очень питает губы, она очень комфортно носится в течение всего дня, и просто, вау, оттенок, мой самый, наверное, любимый оттенок из бальзамных моих помад, мне очень нравится, следующая помада, это от Charlotte Tilbury, мне она тоже нравится, но, знаете, все-таки, было бы здорово, если бы я подобрала какой-то другой оттенок, я не знаю, этот оттенок, он хорош, но, упаковка в этой помаде, конечно, это просто все, этот оттенок называется Mr. Kisses, просто посмотрите на эту упаковку, очень-очень красиво, и, это интересный оттенок, когда я думала, какой оттенок я хочу взять, я думала, что я не хочу брать какой-то обычный там розовый, я хотела взять какой-то уникальный оттенок, и я думаю, что этот оттенок, он определенно стал уникальным в моей коллекции, потому что он такой, как кирпичный, мне кажется, очень-очень красиво смотрится, эта помада от Nars у меня, это помада-бальзам, но она больше как матовая помада, но это бальзамная формула помады, в общем, она у меня в оттенке, которая называется Unrestricted, очень-очень-очень красивый оттенок, очень мягкая такая вельветовая формула у этого продукта от Nars, мне очень нравится, помада от Patmograph, она у меня в оттенке Omi, я покупала ее на Черную пятницу, опять же, один из тех идеальных розовых оттенков, она немного, да, она немного темненькая, но когда я использую этот оттенок, я стараюсь не наносить очень-очень прям много этой помады, чуть-чуть нанести и растушевать ее по губам, тогда она не будет смотреться такой прям насыщенной, это у меня бальзам от Tom Ford, я покупала их, по-моему, в прошлом году палетку, и также этот бальзам с блестками, он стоил, знаете, сколько, ему 60 или 70 долларов, что-то вроде того, я напишу внизу, но это реально, наверное, самый дорогой бальзам в моей коллекции, я поняла, что вообще его лучше использовать под помаду, в смысле на помаду, то есть, допустим, вы используете какую-нибудь красную помаду или коричневую, я видела тикток с красной помадой, и наносите этот бальзам поверх, и вуаля, ваша помада смотрится очень и очень красиво и интересно, вот, прям это дает очень, это дает блеск вашей помаде, но нужно беречь эту помаду, потому что вы не хотите, чтобы она стала красной внутри, да, кстати, очень тяжелая упаковка, только из упаковки можно купить этот бальзам за такие деньжищи, эта помада в оттенке Venus in Furs, я обожаю этот оттенок, один из моих самых любимых оттенков, от Pat McGrath, этот оттенок идеален, потому что он подойдет до любого события, я люблю его использовать, наверное, даже больше, хотя, о, они как, как будто бы этот оттенок даже, не такой темный, как этот Venus in France, но я люблю его использовать также в дневное время, сейчас я смотрю на эти два оттенка и понимаю, что Venus in Furs, он даже гораздо насыщеннее, чем первый оттенок, Omi, вау, вот это прикол, мне кажется, знаете, почти все помады от Pat McGrath, они так или иначе, очень насыщенные, ну, это факт, известный факт, поэтому, да, я думаю, что мы закончили с помадами почти, в большинстве своем, да, мы закончили с помадами, я забыла показать эту помаду, вам от Ram Beauty или REM Beauty, бренда Ariana Grande, мне эта помада прям безумно понравилась, на удивление, мне очень нравится формула этой помады, это такая вельветовая формула, очень-очень красивый оттенок на повседневку, мне нравится, обожаю, наверное, пока что это одна из моих любимых помад, вот в моей коллекции, именно по формуле, оставляем эту малышку, теперь пришло время перейти к блескам и бальзамам, это будет весело, и вот так выглядит моя коллекция блесков, это не полноценная коллекция, у меня есть еще блески, которые я покажу вам после этого, первый бальзам, это не блеск от Шерл Тилбери, который называется Hyaluronic Plus Happiness, он у меня в оттенке Roman's Kiss, я получала, по-моему, это в мистери боксе от Шерл Тилбери, мне кажется, я даже не начинала им пока пользоваться, оттенок, мне кажется, он очень даже, ой, это, знаете, очень липкая формула блеска, интересно, я подумала над этим блеском, но да, прикольный оттенок, это Шерл Тилбери, не самая лучшая формула, это 100%, очень-очень липкий блеск, следующий блеск от Jaclyn Hill, мне он очень нравится, у него очень классная формула, потому что он дает вам невероятное сияние губ, такого блеска в такой формуле я ни разу не встречала, мне очень нравится, он ни разу даже не липкий, кстати, и называется этот оттенок Rose Deep, следующий блеск от Juvia Splace, в оттенке, который называется It's Electric, я, по-моему, получала его в Trend Mood Box, и, честно, это не самая любимая формула блеска, просто потому что он очень липкий, он даже, наверное, похож по липкости, как Шерлот Тилбери, красивый оттенок, но я не могу сказать, что мне нравится такая плотность блеска, он очень плотный и липкий, поэтому я хочу от него избавиться, мы имеем дело с Шерлот Тилбери, и этот блеск мы также получали в ее Trend Mood Box, смотрите, что случилось, у меня просто сломался аппликатор, и я не могу им пользоваться, поэтому я от него избавлюсь, блеск от Tower 28, в новом оттенке для меня, который называется Coconut, у меня есть другой блеск от Tower 28, и я помню, что у меня этот блеск, он старый, а этот он новенький и свеженький, поэтому, естественно, мы его оставляем, очень красивый оттенок, кстати, прикол знаете в чем, в том, что и этот и этот оттенок, оба называются Coconut, но это два разных оттенка абсолютно, то есть, да, я не знаю, как это работает, но от этого я избавлюсь, потому что этот блеск, он не имеет в себе никаких консервантов, и если вы его открыли и используете, то его лучше использовать в течение 6 месяцев, иначе он просто будет уже не таким хорошим по формуле, потому что здесь нет никаких ешек и консервантов, от этого блеска старого я избавляюсь, бальзамы от Эльф, я покупала их точно больше, чем 2 года назад, вот, это не самая моя, к сожалению, любимая формула бальзамов, потому что, хоть упаковка очень такая, знаете, милая, не знаю, современная, они очень, они очень плотные и липкие, то есть, да, это вообще не вариант, я не знаю, каким образом, но очень многие полюбили формулу этого бальзама от Эльф, я же не понимаю такой липкости и плотности бальзама для губ, поэтому от этого я тоже хочу избавиться, дальше у меня есть вот такие тинты от Анастасии Беврили Хиллс, я делала на них обзор, мне кажется, года полтора назад или два, и я точно знаю, что они уже не очень хорошие по качеству, у них срок годности 100% уже прошел, и мне не очень нравится на самом деле формула этих лип тинтов, я заметила, что они имеют свойство высушивать губы, потому что, ну, это тинт, и тинты как работают, вы наносите их на губы, и они остаются на губах в течение там долгого времени, эти тинты, они прям, я не знаю, они очень, типа, едкие, я бы сказала так, что вы их наносите, и вот их нельзя ничем оттереть, этот пигмент, настолько он въедается, вот, это очень въедливая формула тинтов, и я знаю, что я этим не буду пользоваться, мне не очень нравится формула этих тинтов, вот и все, что я могу об этом сказать, я даже не думаю, что прям эти тинты настолько хорошо зашли у бренда Анастасии Баверли Хиллз, я, кстати, знаю у Анастасии Баверли Хиллз, вышли новые помады, слышала, что очень даже неплохая формула, если вам интересно, этот блеск от Purr и Барби, опять же, я покупала это из-за их коллекции, этот блеск, на самом деле, реально очень уникальный, потому что в нем есть такие сияшки, которые реально очень, ну, отличаются от сияшек, которые я вижу в других своих блесках, красивый оттенок, мне он нравился, но я думаю, что пришло время избавиться, потому что я точно знаю, что этот блеск уже у меня дольше, чем 12 месяцев, да, то есть определенно, я хочу от этого избавиться, блеск от Huda Beauty, это более моя новая покупка, я оставляю это, использую это перед макияжем, когда я делаю, чтобы увлажнить губы, не самый приятный аромат у этого бальзама, это бальзам, не блеск, извиняюсь, но он работает хорошо, поэтому я думаю, что я его хочу оставить, да, он пахнет прям не очень, но я хочу его закончить и уже потом от него избавиться, это блеск от Lunar Beauty, упала его вместе с жидкой помадой, которую я вам показывала ранее, это хороший блеск, у меня он в оттенке, который называется Aura, мне нравится, как он чувствуется на губах, подождите, это блеск, да, это блеск, подумала сначала, что это помада жидкая, очень симпатичный оттенок, прям идеально на каждый день тоже, поэтому это мы оставляем, далее блески от MAC, с прошлого года, когда я делала их обзор на коллекцию, новогоднюю, красивые оттенки, но я не большой фанат на самом деле блесков от MAC, потому что они чересчур липкие, я прям не люблю блески, которые знаете, вот ты наносишь и все, волосы прилипают, все прилипает, это уникальный оттенок для моей коллекции, 100%, но хранить их просто потому, что мне нравится упаковка, не самый свежий аромат, честно, я думаю, что я хочу тоже от них избавиться, жаль, но придется, вообще формула не понравилась, не мое, к сожалению, блески от бренда, который называется Nabla, забыла сказать, забыла, вернее бренд, название бренда Nabla, покупала их тоже, может быть, полтора-два года назад, этот блеск, мне он нравится больше, чем этот, потому что, да, посмотрите на эти сияшки внутри, это тот блеск, которому у меня тянется всегда рука, когда я использую помаду коричневую, например, очень-очень классная формула, невероятно красиво, на губах смотрится и сияет, также мне нравится, не знаю, видите ли, ребят, сияшки эти, сейчас я не знаю, где показать вам, вот так вот красиво сияет этот блеск, вот здесь вот он, пахнет он еще пока хорошо, поэтому я думаю, что я пока хочу это оставить, мне нравится эта формула, и этот блеск у нас в оттенке, который называется District, этот оттенок назывался Champagne Supra Nova, District оттенок для меня тоже уникальный оттенок, у меня в моей коллекции определенно нет такого оттенка, прям нюдового, я думаю, что я хочу это оставить, мне нравится, как он смотрится, следующий блеск у меня от бренда VIV, мы получали это в адвент календаре, и мне нравится этот блеск, он также плотный, но мне нравится формула его гораздо лучше, она более комфортная, чем у блеска от Juvia's Place, поэтому этот блеск я оставлю, от этого я избавлюсь, небольшой бальзам от Nars, в оттенке Laguna, по-моему, я получала это на своде на рождение от Sephora, прикольный бальзам, хороший я его оставлю, мне нравится, как он ощущается на губах, следующий блеск от Charlotte Tilbury, опять же, в оттенке Pillow Talk, обожаю этот блеск, мне очень-очень нравится формула, и мне очень нравится, что это тот блеск, с которым нельзя ошибиться, то есть он подойдет под большинство любых помад розового цвета, шикарно смотрится на губах, очень комфортно носится, также я пока это оставлю, у меня тут как раз немножко совсем осталось этого блеска, этот блеск, о, у меня еще один блеск есть от Nabla, он у меня в оттенке RSVP, и это достаточно темный блеск, я не так часто пользуюсь, но пахнет он еще все так же хорошо, поэтому я его хочу оставить, прям такой насыщенный оттенок у блеска, однако, итак, мои любимые блески от NYX, я обожаю блески от NYX, мне очень нравится формула, они очень доступны, поэтому мне нравится, чтобы в моей косметичке ежедневной были какие-либо блески от NYX, мой самый любимый оттенок, если вам интересно, называется тирамису, так, где же тирамису, вот, это мой самый любимый оттенок, я даже купила его маме, чтобы отправить в Россию, потому что этот оттенок, он вот прям подходит ко всему, он вот реально идеальный блеск для повседневного макияжа, обожаю его формулой, вообще все, как он смотрится, супер, дальше у меня оттенок под названием Madeleine, по-моему, это мой новый оттенок, я попробовать решила его, нюдовый такой оттеночек, тоже очень-очень нравится, это я покупала набор на день 100 Валентина в прошлом году, и этот оттенок мне очень понравился, прям вау, я была в восторге, называется он Sorbi, это очень милый оттенок розового цвета, очень-очень красивый оттенок, и следующий оттенок, который шел в наборе, называется он Toasted Marshmallows, насыщенный в данном случае оттенок, но что-то в этом есть, я это хочу оставить, и еще немного, далее, у меня есть бальзам от Rare Beauty, в оттенке, который называется Thanksful, этот бальзам, я знаю, что не очень многим понравился, у этого бальзама достаточно странный запах, как запах какого-то подсолнечного масла, что-то вроде того, но когда я нахожусь дома, я не против нанести его на губы, чтобы у меня был какой-то пигмент, вот, ну хорошая формула, но я думаю, что если я допользую его, я его не куплю еще раз, потому что есть бальзамы, которые с такой же классной, хорошей формулой, но они пахнут приятнее, поэтому пока я это оставлю, дальше блеск от Jeffree Star, я покупала его, когда я покупала ту нашумевшую первую палетку от него, он у меня в оттенке Prattel Drip, и я точно знаю, что я хотела бы от него избавиться, потому что, а, я не знаю, мне кажется, у меня есть подобные оттенки в моей коллекции, хоть блеск и красивый, мне кажется, что пришло время избавиться, он у меня был в коллекции моей слишком долгое время, блеск от Too Faced Lip Injection Lip Glows, я покупала это недавно вместе, по-моему, это шло вместе с бронзером, мне нравится аромат этого блеска, он очень такой, я даже не знаю, аромат какого-то фейкового шоколада, то есть химическое чувствуется в этом блеске, но тем не менее, оттенок у него мне нравится, у меня такого оттенка в моей коллекции точно нет, вот так вот он выглядит симпатично тоже, оставляем этот блеск от Estée Lauder, я получала это в своей сумочке красной, где там идет в подарок сыворотка, тени и так далее, это симпатичный блеск, он даже еще вкусно пахнет, пахнет он, опять же, какими-то ненастоящими конфетами, настолько слишком какой-то нереалистичный аромат конфет, я бы сказала так, смотрится он реально симпатичный, мне нравится, как он блестит, я пока хочу его оставить, мне нравится этот оттенок, это масло вообще для губ, мы получали его в Адвен календаре от E-Style, мне нравится на самом деле аппликатор, я не знаю, что-то в этом есть, это уникальный для меня аппликатор, мне нравится, я использую это так же перед тем, как я делаю макияж, чтобы увлажнить губы, последний бальзам, не последний, но вообще в данный момент последний от R-Beauty, у меня он в оттенке, который называется Nearly Apricot, мне кажется, этот оттенок мне понравится больше именно для ежедневного ношения, мне нравится, что это такой персиковый милый оттенок, в нем почти нет пигмента, кстати, но все равно, это очень симпатичный бальзам, этот блеск хорошо увлажняет губы, хорошо смотрится на губах, я это оставляю, если в какие-то запаковки это вытащу, последний блеск, это больше как, да, это блеск, окей, от Илья, я получала это, по-моему, в Сифоре, я его сохраню, я даже не начинала пользоваться, но мне нравится цвет, я забыла вам сказать о нем, в общем, да, такой красивый, красноватый оттенок, естественно, мы это сохраним, оказывается, я нашла еще больше помад, я так понимаю, что они все красные, да, окей, давайте посмотрим на них, вообще, что это за помада, использовала ли я их или нет, это помада от Estée Lauder, мне очень нравится этот оттенок, называется он Knockout Nude, супер классный оттенок, очень хорошо подойдет для каждодневного использования, пахнет, вы знаете, он не очень пахнет хорошо, не очень пахнет помадой, это хорошо, поэтому от нее я точно хочу избавиться, помада, это от Ивроше, адвент календарь, в прошлом году, я получала эту помаду, еще пока не пользовалась ей, возможно, я ее передарю кому-то, Urban Decay, также красного цвета, посмотрите, оба оттенка, они, кстати, чем-то похожи, по-моему, я думаю, что вы видите, да, тоже, что помада Urban Decay, она более насыщенная, чем помада от Ивроше, я даже не знаю, я, скорее всего, оставлю их обе, и последнее, что у нас сегодня будет в этом расхламлении, это блески от Fenty Beauty, эти блески я покупала, по-моему, сколько, полтора года назад, или год назад, в прошлом году это было, в общем, я делала на них обзор, я пробовала каждый оттенок из ее новой коллекции, честно, я использую эти оттенки достаточно часто, мне нравится формула, но она немножко плотная, из всех этих блесков мне нравится больше всего именно этот оттенок, который называется Mavi Vives, мне нравится этот розовато-лиловый оттенок, крутой оттенок, и все остальные оттенки, они у меня для коллекции, честно, этот блеск я все-таки хочу оставить, потому что у меня с ним приятные воспоминания, я покупала его, когда вышла палетка Наташи Диноны, который называется Bronze, и я хотела, чтобы у меня в макияже был блеск какого-то интересного коричневого оттенка, и вот мне посоветовали этот блеск от Fenty Beauty, в оттенке называется который Hot Chocolate, это было мое первое знакомство с брендом, мне кажется, Fenty Beauty и ее блесками, также, красивый оттенок, он, он смотрится на всех по-разному, мне кажется, но мне нравится, что, вот, по первому впечатлению, не скажешь, что там есть какие-то блестки, но на самом деле они есть, он очень красиво переливается, смотрится на губах, не знаю, видите вы или нет, все остальные оттенки я пока их хочу оставить, я не готова пока от них избавиться, но если вам интересно, вот таким образом смотрятся оттенки всех этих блесков, первый оттенок у нас называется Hot Waffles, второй оттенок более темный коричневый, Cookie, третий оттенок называется как раз-таки Mavi Vives, я думаю, что это был один из самых популярных оттенков из этой коллекции, следующий оттенок такой прям вамп стиль называется он Fruit Snacks и последний оттенок розовато-нюдовый называется он Fenty Glow, все оттенки хорошие, все оттенки хорошие, но все-таки вот эти два мои, наверное, самые любимые из этого запуска, и это те блески, которые я покупала в наборе, по-моему, в прошлом году, да, это было, и на самом деле мне нравятся реально все оттенки, я даже вчера использовала, когда мы ходили на бранч розоватый оттенок на мне в сумке, но в общем, да, все оттенки, все блески хорошие, вкусно пахнут, и я их все оставляю, да, прям пахнут они как какие-то конфетки, да, посмотрите на этот оттенок, прям вау, я знаю, что немногим людям нравится формула этих блесков, потому что они, они могут быть слишком плотными, этот оттенок мне тоже нравится, он такой простой, но идеально подойдет к любой помаде, правильно же? Последние, ребята, что я хотела показать вам, это две моих других больших коллекций блесков и помад, коллекция блесков от Maybelline, Lift Regloss, у меня абсолютно все оттенки, которые вышли сначала в их коллекции, и да, если честно, я пользуюсь этими блесками хоть и не каждый день, но я ими пользуюсь, мои любимые оттенки из этих блесков, это вот этот розоватый, называется он 006 Reef, очень красивый оттенок, они, я бы сказала, знаете, похожи по формуле, как Fenty, но мне нравится эта формула, наверное, даже чуть больше, потому что они не такие плотные, наверное, но все равно волосы прилипают к этим блескам, поэтому не нужно ожидать, что они не будут, этот блеск тоже очень красивый, он с такими брестками, можно видеть, что я его использую частенько, называется этот оттенок Moon, он очень красивый тоже оттенок, я знаю, что у них вышли также новые оттенки, но я как-то пока не решаюсь купить, потому что у меня и так эти блески, они еще хорошие, они годны в течение вроде бы двух лет, пахнут также конфетками, этот блеск тоже розоватый, мне он нравится, называется он Amber, мне нравится упаковка даже больше, чем у Fenty, дорого смотрится, Luxury, так смотрится этот оттенок, Amber, по-моему, называется он, все оттенки, они реально вот очень хорошо продуманы, я считаю, и мне нравится, как эти блески показывают себя на губах, я тут уже, наверное, балаболи, что этот оттенок тоже, посмотрите, какой он симпатичный, прям, не так много в нем блесток, но тем не менее, он, о боже, он, знаете, его почти реально не видно, этого блеска почти не видно, он как прозрачный очень, я забыла об этом, если честно, этот оттенок называется у нас Crystal, и этот оттенок назывался предыдущий у нас Tapas, Crystal будет, конечно же, очень сияющим, наверное, да, давненько не использовала этот оттенок Crystal, он реально очень сияющий, следующий оттенок мне очень нравится, кстати, называется он Petal, очень красивый, лилово-розовый оттеночек, прозрачный, но тем не менее, он хорошо смотрится на губах, вот сейчас пошло, вот, очень симпатичный оттенок, мне он тоже нравится, сложно на самом деле выбрать, какой оттенок нравится больше, какой нет, потому что они все хороши по-своему, более, самый светлый оттенок в этой коллекции, да, называется он Ice, по-моему, называется он Pearl, посмотрите на эту красоту, оттенок под названием Ice, мне он нравится, очень нежный цвет у него, почти нет цвета на самом деле в этом оттенке, и последний оттенок под названием Silk, очень красивый тоже оттенок, вот такая у меня в общем коллекция оттенков от Maybelline, их Lifter Gloss, их блески, которые называются Lifter Gloss, я оставляю их все, потому что, да, я ими пользуюсь еще, и следующий, последний, наверное, что я нашла в своей коллекции, я, да, наверное, это все, хотя нет, может не все, это помады от Colourpop, покупала их совершенно недавно, поэтому я их все оставляю, это все, все оттенки помады этих, они реально очень, очень, очень симпатичные, уу, какой вам цвет, мои любимые оттенки, это самые, наиболее светлые в этой коллекции, конечно, потому что, ну, вот этот оттенок, ууу, первый раз, когда я покупаю всю полную коллекцию Colourpop, это прямо сумасшествие, наверное, вот этот оттенок мне тоже очень нравится, кстати, называется он Gen X, именно из-за этого оттенка я решила купить всю коллекцию, потому что отдельно он уже не продавался этот оттенок, и мне понравилось, что он такой прям изящный розово-нюдовый оттеночек, кстати, ребят, мне будет очень реально интересно узнать, кто остался со мной до этого почти конечного момента, и если вы еще смотрите видео, то оставьте в комментариях, пожалуйста, любой смайлик, любой эмоджи, мне будет приятно узнать, кто из вас все-таки до конца остается этого видео, самые, конечно, классные оттенки, это вот которые посветлее, и которые вот такие розовенькие, да, давайте я вам покажу, например, оттенок, который называется Band T, смотрите на этот симпатичный оттенок, он смотрится, конечно, не хуже Charlotte Tilbury, наверное, я извиняюсь за такие плохие сводчи, у меня уже просто рука супер увлажнена салфеткой, да, поэтому, я думаю, что с помадами это пока все, я оставляю все помады от Colourpop, мне они все нравятся, кстати, эту помаду я недавно получила в Ipsy, она у меня от бренда Yoma, так понимаю, и она в очень, кстати, красивом оттенке, мне нравятся такие оттенки, пыльный розовый оттенок, я бы описала его так, симпатично смотрится очень на губах, мне нравится эта формула, и это мы тоже оставляем, новая помада совершенно, она у меня в оттенке Maya, теперь, ребята, давайте реально перейдем к последнему моменту этого видео, это карандаши для губ, первый карандаш, это моя недавняя покупка от Makeup by Mario, этот карандаш у меня в оттенке, который называется H.U.G.H., вот, супер классный карандаш, мне нравится, что у этого карандаша универсальный цвет, который подойдет к любой помаде, и реально, я думаю, что эти карандаши, они даже может получше, чем карандаши от Charlotte Tilbury, как я делаю, я наношу карандаш этот, почти на все губы, и потом поверх карандаша этого наношу уже помаду, очень хорошая формула, советую вам попробовать эти карандаши, вот Makeup by Mario, и здесь также очень классная кисточка, мне нравится, смотрите, вот эти карандаши от Patrick Ata, они достаточно старые, этот карандаш я использую вместе с помадой, той O'Shea Single, которую я расхламила, не знаю, они не такие прям уже кремовые, но я, да, не такие кремовые, этот карандаш, кстати, от Patrick Ata, в оттенке That's Why She's Single, который идеально подходит к той красной помаде, идеальный самый красный карандаш, который я всегда использую с любой красной помадой, он даже, знаете, отдает в какой-то бордовый, я бы сказала, не совсем прям этот чистый красный, но пока что я это оставлю, потому что у меня нет другого красного оттенка карандаша для губ в моей коллекции, карандаши от Colourpop, это мы оставляем, относительно новая коллекция с Barbie, карандаш от Elf, знаете, если я сравню, наверное, они оба старые, ну, короче, блин, этот карандаш от Elf я оставила единственный, потому что я думаю, что этот оттенок тот, который я буду использовать, потому что другой оттенок из этой же коллекции, которая называлась у нас Retro Paradise, он был гораздо более глубоким, оттенок карандаша Elf и Patrick Ta, они примерно одинаковы, по-моему, по тону, следующие мои карандаши для губ, опять же, от Colourpop, я их сохраню, но, конечно, наверное, все-таки, да, оттенки посветлее, я ими пользуюсь гораздо чаще, чем вот такими темными оттенками, мне кажется, карандаши от Colourpop, одни из самых лучших карандашей для губ в своем сегменте, супер потрясающие оттенки, на каждый день, просто идеально, этот карандаш от Elf, я не знаю, пока еще все так же хорошо себя ведет, он такой же кремовый, на удивление, наверное, все-таки его оставлю, такой забавный оттенок, карандаш от Hoda, мне очень-очень нравится, оттенок Icon, и у меня также два карандаша от Liza Eldridge, первый у меня в оттенке, который называется Muse, и этот оттенок карандаша называется Blush Lightly, Blush Lightly, он, естественно, гораздо более насыщенный, оттенок Muse я использую гораздо больше, чем Blush Lightly, вот так выглядит оттенок Muse, и вот так Blush Lightly, мне нравится именно этот оттенок больше, на каждый день, супер-классные карандаши, реально очень-очень кремовый, и долго держится, идеально-идеально, последние два карандаша у меня от NYX, этот у меня в оттенке, который называется Girl By, какое классное название, красивый оттенок, мне нравится использовать его с такими более, более бордовыми помадами, понятное дело, и этот оттенок мне тоже нравится, карандаша, он у меня от Thrive Cosmetics, и он у меня в оттенке называется Kaki, очень тоже хороший оттенок, коричневый, да, оставляем, поэтому с карандашами, я думаю, я почти всех могу оставить, короче, да, ребят, я думаю, что это все, что я хотела показать вам в расхламлении, сейчас я покажу вам, естественно, то, что я расхламила, посмотрите на мою руку просто, и вот так выглядит то, от чего я решила избавиться, от своих помад, блесков и тинтов, я знаю, что это не прямо, знаете, очень-очень много, но для человека, который любит помады, и для человека, которому сложно избавляться от помад, это очень даже неплохо, как мне кажется, поэтому да, ребят, надеюсь, что вам понравилось данное видео, надеюсь, что вы хорошо провели время, возможно, даже вы тоже вдохновились, просмотрим это видео, и захотите тоже расхламить свои помады и блески, мне будет очень приятно увидеть в комментариях, что вы думаете об этом расхламлении, и да, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, это очень помогает этому каналу, поэтому, да, ребят, я буду прощаться с вами, спасибо за просмотр еще раз, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, увидимся в следующем видео, пока-пока!